дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауфи и вы смотрите обзор рынков сегодня будем разбирать ситуацию который на фондовом рынке на форекс рынке и также на крипто рынке разберем основные инструменты с которыми работаем и на примере мета трейдеров 5 рассмотрим движение цены для внутридневной торговли тоже как обычно есть определенный новостной фон от которым будем тоже отталкиваться на по большому счету больше будем акцентировать внимание на те активы те как говорится данные которые возможно будет иметь какое-либо значение для сегодняшней торговли в случае если ты с целью осуществления внутридневной торговли и также в целом посмотрим что было с прошлого раза с прошлых прогнозов с прошлого обзора как сработали прогнозы и так далее ситуация на рынках особо не меняется единственное что как обычно как и по факту мы знаем что и есть например фактор скорого повышения потолка гостолка сша который может привести к одобрению стимулов и это одобрение стимулов может достаточно хорошо снова помочь фондовым индексом сша чтобы они начали расти концу этого года и так далее и вопрос повышения процента ставки тоже знаете что она как бы достаточно долгосрочная и нынешний рост доллара который очень довольно сильно импульсивно скорее всего ближайшее время может встречаться с очень такой довольно хорошей коррекционной остановкой то есть с коррекцией это в целом все что нужно по факту знать есть некоторые активы о которых вы спрашивали мы сегодня разберем дедик дедиком и файзер модерна есть аналитика по microsoft и amazon это все тоже попробуем поначалу разобрать а потом перейдем уже к форекс парам и в конце конечно разберем криптовалюту достаточно интересная там ситуация тоже довольно так спекулятивно смотрится стоит ли довериться этому или нет тоже посмотрим с точки зрения техники и новостного фона в целом какие мы рассказывали по поводу сегодня по поводу этой неделе по факту более или менее движение было ну как бы опять же вот нисходящее движение которое начался приблизительно приблизительно вчера точнее сегодня она просто с целью того чтобы по 7500 по доу джонсу она просто с целью того чтобы очередной раз протестировать локальные минимумы доу джонс очень консервативно смотрится с целью шартов тут даже мне кажется что шансов особо нет ближайшее время очень сильный импульс и ретест в целом по поводу этой неделе мы были просто более бычи по индексам но возможно скорее всего этого бычьего движения еще можно подождать то есть для него еще можно подождать стоит этого делать потому что есть определенная аналитика на рынках который говорит о том что смп и в целом фондовый индекс сша могут начинать свой рост и ралли ближайшее время это очень важно нужно на это обращать внимание друзья с технической точки зрения 8500 для внутри дня как вы видите потенциал дальнейшего дальнейшего снижения исходя из сильного аномального паранормального движения последних свечей на 15 минутки или же точнее если сказать на 30 минутки довольно трудно о них сказать то есть случае если вы сейчас в шортах находитесь то скорее всего приближается время их закрыть если мы говорим по поводу внутреннего торговли и по доу джонсу на часовом графике приблизительной ситуации похоже довольно хорошая поддержка прямо сейчас тестируется и более среднесрочная если смотреть более среднесрочно то ну опять же смотрите мы получили конвергенцию и получили разворот и данная тренд который сейчас здесь происходит она довольно такая с поджатием идет из поджатием к локальным сопротивлением и минимумы как бы повышаются они не понижаются особо на поводу должности должен с очень очень реалистичная картина усыпи 500 тоже по факту повышение минимумов довольно неплохой сигнал и к тому же тут я не знаю мы обнаружили конвергенцию или нет но тут тоже она должна была быть то есть вот эта конвергенция она была мы его обнаружили с прошлого раза или же со вчерашней со вчерашнего обзора скорее всего вопрос на другом канале и на английском языке идет поэтому в случае если что вот таком регенции скорее всего было обнаружено вчера к сожалению об этом прошлом обзоре не смогли ничего ничего сказать но в целом ожидалось то есть разворот ожидали развороту от поддержки то есть мы видим что по факту поддержка прорывается и у S&P и Dow Jones и просто тестируется и чуть чуть ниже цены опускаются и очень импульсивно а потом сразу начинают разворачиваться я бы такому такому движению не доверился с целью про определение продажа особенно исходя из очень резких импульсивных ретестов локальных поддержек и продолжим свои последствия поэтому это касательно в общем это касательно ближайшего ближайшей перспективе ближайшей ближайшей перспективе S&P и фондовых индексов в целом по поводу по поводу макрософта и поводу амазона к следующему году ожидается довольно хороший рост посмотрим как он вообще себя ведет амазон ну начинаем с макрософта о котором говорится что скорее всего по нем ожидается довольно хороший разворот вверх всегда обращайте внимание на консолидации на аккумуляции и то как энергия накапливается в данном случае по макрософту тут кроме кроме некого накопления которое может привести к восходящему импульсу либо же она уже привело к восходящему импульсу есть еще очень хороший фактор расширение или же вот срыв волатильности которыми видим это тогда когда по факту цена теряет то есть в таких моментах к сожалению вторую в спекулятивном невозможно ничего делать невозможно зайти а приблизительно половина предыдущего импульса протестировано то есть ближайшее время исходя из 4 часов таймфрейма по макрософт корпорейшен и наверное помидор по 15 минутки сожалению тут на самом деле ну можно ожидать еще более или менее каких-нибудь там с короткосрочных очень резких нисходящих ретестов середине вот этого вот диапазона при этом 200 285 и 283 последующие движение как она все сложится то есть нужно обращать обращать внимание на вот эту зеркальную отметку 245 приблизительно 245 285 и как цена будет его отрабатывать цена может до него спускаться тут кстати это отметка по факту стоит исторически тоже протестировалась неоднократно и от него цена отбивалась вверх вот это расширение немножко смущает и вот само по себе снижение амплитуда после прорыва локального сопротивления тоже то есть поводу макрософта имейте ввиду что это по факту разворот которого видно на дневном графике это по факту речь идет о долгосрочном росте то есть нужно еще подождать и он пойдет скорее всего вверх не исключаем вероятности сильного импульсивного претеста ближайших поддержек или же минимумов 270 280 375 280 и по поводу амазона и по поводу его будущее на дневном графике как вы видите по факту в рамках восходящего канала продолжать двигаться отбой вверх от сегодня то есть отбой вверх точнее вчерашний отбой вверх от локального локальной поддержки закрытие возле локальной поддержки точнее даже выше локальной поддержки и немножко масштаб понижаем посмотрим что происходит 400 таймфрейме и тут якобы есть своего рода отбой вверх очень сильное сужение при ретесте при импульсивном ретесте очень сильное сужение волатильности при импульсивном ретесте локальной поддержки было то есть вот это вот уже сигнал технический который мы пользуемся очень часто и насчет следующего последующего движения по факту можно ожидать дальнейший рост но опять же для начала для первого этапа 3400 3450 а потом поэтапно нужно посмотреть как он будет дальше продвигаться 7 спекулятивно работаем конечно да в случае если не спекулятивно то тут по амазону самом деле очень хорошо видно на дневном графике что можно даже без всякого без всякого терепетя без всякого терепета просто ложится и наверное забыть ну с довольно неплохим стопом опять же то есть с диапазоном для риска который тут есть 3000 это довольно неплохая отметка но она психологическая я не знаю дойдет лица она до него пока еще фон новостной не дает никаких сигналов об этом очень сильный импульс на днем на дневном графике при ретесте локального локальная поддержка поэтому ну предыдущие свечи поэтому ближайшие снижение даже а вот рост средне сроки в долгой сроки до наши друзья в комментариях спасибо что кстати пишите комментарии оставляйте просили по поводу диди оператора такси в китае по поводу файзера и поводу модерна какие сектора в целом растут сейчас сектора которые растут при сильном повышении инфляции это и финансовый сектор это страховые компании это банки и так далее доходности банков так далее это в данном случае сейчас это компании которые сейчас вырабатывают какие-либо лекарства против ковида к примеру или в целом они уже просто свой рост осуществили и сейчас в данном данный момент сожалению находятся в целом таком исходящем на исходящей фазе цена на сырьевых продуктов на сырьевых материалов и так далее это тоже как бы очень сильно очень сильно пока еще растут и также энергетический сектор как вы знаете тоже хорошо рассудение и газ кстати по поводу газа и очень быстренько поскольку уже пока заговорили о нем сегодня был прорван точнее вчера был прорван новый максимум по газу на дневном графике видно его довольно хорошо и сильная сильно импульсивно ретест локального сопротивления немножко не дает возможности верить в дальнейший рост скорее всего будет какая-то поджиг какой-то какое-то коррекционное снижение до половины импульса то есть до половины вот этого импульса но 6 долларов 5 8 5 долларов 80 центов то есть по факту этого можно ожидать как импульсивнее это движение будет так и лучше для последующего разворота и укреплений как и попросили по поводу дедиком я тут по поводу него сейчас включу дневной график более или менее просили где-то дня три назад тогда когда цена уже тестировал локальную поддержку протестировал локальную поддержку прорвала его но сейчас в районе исторической поддержки застряла по факту это тоже относительно историческая поддержка четырех часов это время что говорит тут я бы не сказал по поводу поджатие по одной простой причине что тут нету поджатие тут нету сопротивление которое бы которого вы поджимались больше видно такого ложного пробоя скорее всего и очень сильное сужение волатильности при ретеста дна рынка то есть основание рынка если так как бы не поджать а скорее всего сигнал о развороте в данном случае сейчас сегодня можно уже об этом говорится но по факту разворачивается по отметкам по уровням по диде 740 очень хорошо тестируется в данном случае и есть аккумуляция определенная будет восходящий импульс не будет восходящим за восходящим пусть ближайшее время это не очень хороший сигнал если ближайший импульс будет нисходящим то он даст реально хорошую возможность следующего захода в рынок а предыдущий раз когда она выросла после отбоя вверх очень сильно импульсивно она выросла ближайшее время тоже может она повторить этот импульс по факту но лучше им воспользоваться и в случае если что поспекулировать более-менее в краткосроке но тут есть разворотный сигнал я не знаю по фону этой компании что его ожидать как там у него с конкуренцией как у него с отчетностью настолько насколько востребуемый и почему он так сильно упал после последнее время этой компании нужно отчитать по поводу его доходность по поводу его долго и по поводу его акции в целом будет ближайшее время какая-либо эмиссия либо же какие-либо отчетности по этой компании это по поводу это касательно всем компаниям по большому счету по поводу файзер и по поводу модерны они оба довольно очень важны на важных отметках находятся и похоже что эти важные отметки приведут тому что цена может развернуться либо же просто притормаживать спад в ближайшее время по поводу файзера на дневном тайм-фрейме есть отбой от зеркального уровня более-менее зеркального и лучше бы его назвал range то есть диапазоном 42 40 долларов 40 долларов и 42 доллара это диапазон куда цена может на самом деле зайти даже в ближайшее время потому что несмотря на этого ретеста тут есть поджатие и но сам локальный минимум может протестироваться в очередной раз то есть даже если это уже ложный пробой если это уже ложный пробой то по факту стоит хотя бы учитывать если мы работаем на разворот то есть последующий рост нужно реально учитывать сам фактор риска стопа который должен тут быть не должен быть ни плохим ни маленьким 40 долларов в это сильно далекая отметка но она психологическая ближайший психологической 41 это более реалистичная целью ретеста и ждать дождаться его ретеста опять же нужно посмотреть на новостной фон компании какие ожидать релизы как он вообще сейчас себя чувствует я не знаю по поводу доходности этих компаний во время кого вида конечно у них доходность очень сильно сильно выросла сейчас данном в данный момент посол уже с вакцинации все решено по факту всех снабдили и вакцинации есть компании которые сейчас разрабатывают таблетки против ковида то есть по факту это аналог вакцину только в таблетках ну или как там других лекарств и нужно их тоже посмотреть возможно они будут как-то расти по поводу сектора здравоохранения или в целом фармацевтики сейчас сожалению не можно ничего такого хорошего сказать хотя и вроде бы технически какие-то картинки рисуются о развороте либо же о ложном пробое но несмотря на этого я не могу на них смотреть с позитивной точки зрения будут скорее всего очень сильный такой развод быков до 40 долларов 50 центов 40 41 долларов возможно это весьма возможно достижение точнее развод медведи модерна а затем точнее развод быков а затем может просто дальше не спускаться вниз есть такой момент по поводу файзера и просто начинать консолидироваться долгое время по поводу модерна потому что очень важно по поводу модерна ситуация приблизительно похоже 300 долларов психологическая место который тестируется и о них просили позавчера это как себя чувствовала цена позавчера приблизительно ну она находилась еще по моему над но или в районе вот поддержки 350 сейчас уже 300 долларов протестировалась и цена разворачивается вверх насколько это сильно невозможно сказать потому что ну каких-либо свечных тоже сигналов тут нету сильных очень сильно низкая амплитуда восходящий тренд какой-то очень такой умеренный и геп который по факту уже наверное закрылся здесь 320 может протестироваться 300 тоже может протестироваться не очень сильно смотрится в целом и насчет его дальнейшего роста к сожалению невозможно очень сильно низкая амплитуда очень сильно сужение приросте сужение волоктейности приросте и нужно хотя бы для того чтобы даже поспокулировать восходящим каким-то импульсом дождаться сначала ретестов ближайших поддержек это тоже чтобы она была какими-либо паранормальными свечами закрытием над поддержатом 320 хотя бы по поводу макрософта и поводу амазона тоже кстати разобрали уже сказали перейдем к экономическому календарю и форекс парам посмотрим что у нас там ожидать сегодня кстати будет с рынка труда сша изменение числа занятых несовне сельскохозяйственном секторе и дипи тоже очень важная такая очень важный релиз из-за него кстати 15 15 мск будут выйти выйдет из-за него уже облигации сша растут то есть из-за того что она просто позитивно из-за того что просто прогнозы по ним позитивно то есть сейчас вот то есть от 374 до 428 и по запасам нефти сегодня еще есть релиза где мы видим что дефицит начинает увеличиваться это довольно хорошо для ценообразования нефти может на самом деле подействовать довольно неплохо что дальше дальше ничего нет на сегодня конечно календарь по факту в районе с 3 до 5 часов поместка будет немножко разволновать рынке или дать какой-либо какой-либо импульс рынка имейте ввиду что сейчас уже на фоне роста облигаций на фоне спекулятив на фоне спекулятивного роста доллара очередного очень сильно импульсивного как вы видите на дневном графике даже сейчас включу и все это произошло на фоне вот предположение которые есть по поводу хороших новостей из рынка труда сша они растут и смп очень импульсивно снова смп должен очень сильно импульсивно тестируют но поддержки лучше подождать немножко и скорее всего тренд который новый задастся он будет очень хорошим потому что накопление есть смп есть на в районе с поддержки накопления то есть это не просто какой-то как вы видели на графике это не просто какой-то 1 крат то есть не просто один раз протестировалась поддержка одним импульсом они однократно это уже как бы создает определенную консолидацию среднесрочную и накопление энергии поэтому следующее движение скажу восходящие которые мы уже ждем неделю или же с начала недели мы его ждем все еще не случилось и но она как бы начался по напойку по началу недели это со вторника она начался но все равно сейчас еще раз набирает обороты то есть ну по факту накапливается и сама сам этот импульс который идет и по доллару сильно восходящий импульс сервере тест локального сопротивления и после целью локальных минимумов или же вот поддержки джидна там основания этого на хороший сигнал все того чтобы ориентироваться на последующий развороте и рост скорее всего по фонду фондового рынка и спада доллара сша еще раз вернемся на дневной график и по доллару сша и сегодняшняя свеча на самом деле достаточно аномальная и может на самом деле по итогам его закрытие особенно даже доходя до 24 50 95 хотя сомневаюсь но это тоже возможно затем можно развернуться то есть пока пока еще сегодня по форекс паром скорее всего мы играем против евро фунта австралиции новозеландцы в этих разберем кстати наконец-то очень сильный импульс по евро в нисходящее под живете тоже очень сильный импульс есть потенциал дальнейшего развития этого движения и по австралиции по новозеландцу тоже но очень близки поддержки очень близки нужно посмотреть на самом деле в три часа как выйдут релизы и в целом очень сильный ртс то есть очень импульсивный ртс локальных поддержек и по евро и по фунту и по австралицию новозеландцу то есть по факту движение который задался еще вчера он продолжается относительно но тут уже нужно передумывать тут уже нужно немножко ориентироваться на то что по факту скорее всего мы можем войти либо в какую-то консолидацию краткосрочную а затем можем развернуться вверх по всем этим активам есть такая вероятность но после консолидации можете произойти дальнейший спад то есть дальнейший рост доллара дальнейший спад фонды или же этих пар но все равно сам момент ретеста этих границ дает вам время чтобы посмотреть на поведение свечей как они закрываются насколько они сильно на 4-часовом таймфрейме на дневном таймфрейме и так далее австралиец зеландец прорывает локальный максимум очень сильно импульсивно я бы не доверился цели покупки я бы уже их закрыл если бы уже и если вы в покупках хотя с другой стороны тут есть потенциал до 1 0 52 или 3 лучше сказать это отметка является относительно зеркальный на дневном таймфрейме тоже протестировать и так и вверху и снизу то есть она протестировалась также как и сверху так и снизу но цена можно ли водоросли по поводу золото водозащитных активов несмотря на все ситуации которые есть на фондовом рынке несмотря на их сходу золото особо не растут а тоже под давлением находится на 15 минут нам таймфрейме и серебро тоже подавлю находится ну якобы есть накопление энергии тут кстати может цена уже развернуться по извините по платине уму 950 тестируется скорее всего мы скоро развернемся снова вверх тут довольно хорошее накопление зона риска очень низко очень маленькая очень ну то есть с худенькой и есть очень хорошие ретесты аномальными свечами вот именно поддержки 950 поэтому по поводу платья на скорее всего мы ждем разворота году по поводу серебра и серебро тоже относительно показывает на этот разворот очень сильный импульсивный ретест поддержки последней свечой то есть на 4 часовом тоже это смотрится довольно хорошо и по золоту ситуация приблизительно такая же 1750 1745 давайте пусть будут диапазоном для пусть будет диапазоном конвергенция такая худенькая очень не видно но конвергенции есть по золоте и как сигнал разворота восходящего возможно импульса потом воспользуйтесь не забудьте обязательно на это обращать внимание по поводу евро франк доллар франк и доллар и иена банк японии заявил о том что будет давить на то есть не будет пока не будет повышать средню среднее значение зарплаты в японии поскольку от зарплаты зависит очень сильная инфляция то есть настоящий инфляционный индекс это настоящий инфляционный скажем катализатор который существует повышение страны это очень хорошо может разогнать инфляцию еще больше но я поняла пока как бы не делать то есть по факту как мы видим по доллару японцу что иена и так уже на фоне вот этих стимулов новых из-за из-за изменения поста премьер-министра очень хорошо вырос то есть фундаментальный фактор о котором мы говорили с прошлой неделе очень хорошо поддерживает доллар против иены то есть общий тренд от которой мы отталкивались очень довольно низкими стопами продолжение общего роста я думаю что тут наверно очень хорошо смогли бы работает особенно поскольку тут ну была одна и та же один и тот же прогноз и сейчас в данном случае они немножко уже притормаживают тренд вот ослабляться ослабление иены то есть в случае если они повышают зп то это естественно какая-то относительно борьба с инфляцией и относительно борьба с инфляцией это имеется ввиду относительно временная консолидация скорее всего иены и его укрепление которое будет выражаться как нисходящее движение по доллару японсу в короткосрочном перспективе я думаю что все равно этим импульсом сильно можно воспользоваться целью того чтобы зайти снова в покупке зайти снова в покупку для доллара есть импульс дальнейшего роста само по себе доллар и франк делают очень-очень опасный такой расширение срыв волатильности возле сопротивления целевой отметки 0.93 я не уверен что она доберется до локальных сопротивлений или же до зеркальной отметки там 0.93.10 я думаю что до него может дойти но в случае если доллар сделать очень сильный пульс у доллара есть этот потенциал и об этом мы всегда говорим что у доллара есть потенциал очень сильного расхождения очень сильного срыва он после прорыва локального сопротивления по индексу доллара и насчет евро очень умеренное под приближение к 1 075 евро франк и в данном случае возможно мы можем войти в консолидацию либо же консолидация может продолжаться амплитуда может снижаться и тут возможно мы просто не сможем ничего делать нету конвергенция нету разворотных фигур и дальнейшее продолжение нисходящих движений это тоже немножко под вопросом нужно следить не очень хорошо смотрится на 4 на 15 минутки на часовом часовом таймфрейме смотрится довольно хорошо с целью открытия покупок то есть якобы очень сильный ретест локальной поддержки но эта поддержка не такая уже сильно то есть очень такая свежая свежая зеркальная отметка 07510 но я не думаю что от него стоит отталкиваться с целью торговли внутри дня амплитуда после его прорыва очень сильно снижается и цена зачастую возвращается вверх то есть тут нужно посмотреть насколько импульсивно мы его пробьем ближайшее время если мы его пробьем вообще если мы поджиматься к нему на 30 минутки на 15 минутки то это не очень хорошо мы просто сейчас уже амплитуду потеряем и цена возможно будет ему поджиматься если мы все-таки по медвежьему смотрим есть шанс что сама будет поджиматься это значит сама можно прорвать импульсивно снижаться по поводу нефти его роста с прошлого раза очень так интенсивно мы его разбирали единственное что в самой статьи который вчера вышла на нашем канале 80 обещали но приблизительно до 80 дошли отметка 79 40 79 50 позапрошлом обзоре по моему говорилось о 78 50 или 6 если я не ошибаюсь да то есть это приблизительно 78 50 78 60 о нем говорилось и как мы видим по итогам прорыва этой отметки цена еще дальше зашла до 79 40 50 да то есть вот такие вот отметки 60 50 40 центов довольно хороших хорошие отметки последнее время цель закрытия покупок сейчас тестируется опять 78 60 78 50 приблизительно и очень импульсивно сегодня хорошие прогнозы по хорошие прогнозы по нефти по запасам нефти которые будут сокращаться это может хорошо повлиять поэтому насчет роста доллара единственный фактор который здесь может его приостанавливать немножко это именно возвращение нефти восходящие движения она очень сильно сужает волатильность в районе верхней границы канала и это в долгосрочной не может хорошо отразиться возможно тут мы уже получили какой-то ложный пробой двумя барами сопротивление 79 20 поэтому насколько можно ставить на последующие в разворот скорее всего будет приторможение снижение это в районе 7 10 8 20 но по поводу роста тут сожалению продолжение роста прям коротко сроки невозможно ничего говорить нужно подождать подождать дождаться пока цена протестировать хотя бы дно вот этого канала приблизительно там ближайшее время очень скоро 78 40 78 20 пусть протестируется затем посмотрим очень импульсивно тестируется это эти отметки то есть могут протестировать очень импульсивно это уже будет сигналом того что она может развернуться и продолжать до следующей движении по поводу биткойна и поводу эфириума ситуация здесь не меняется с прошлого раза рост до пятидесяти тысячи и пятидесяти один пистолетища и потенциал дальнейшего роста исходя из амплитуды четырехчасовых свечей очень трудно об этом сказать но пятьдесят два пятьдесят три могут протестировать в ближайшее время в случае если будет хорошего фона имейте ввиду что совсем недавно на четырех часовом тайм-фрейме мы уже наблюдали за осуществлением паранормальной свечи то есть может такая ситуация которая здесь повторится еще здесь то есть роста пятидесяти двух потом снижение а потом возможно снижение будет немножко продолжаться то есть по итогам убежащего роста могут вас развести пятьдесят две тысячи пятьдесят две тысячи пятьсот а затем развести очень тихо 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 прям так и потом импульсивно вас довести до пятидесяти снова тысячи просто импульсивно довести чтобы уже бросили выше а затем снова начинает расти реже консоли консолидироваться и зайти выше а там поводу биткоин эту ситуацию немножко мы приближаемся к очень спекулятивным отметкам поэтому я не знаю есть вероятность импульсивного роста но опять же нужно иметь ввиду что по итогам завершения ближайшего отката убережащий откат может продолжаться до пятидесяти тысячи эфириум уже разворачивается началось с омтайм фермер гораздо красивее гораздо консервативнее смотрится есть клин есть расхождение есть дивергенции есть клин восходящие есть дивергенции по и по биткоину этого нет этого не по фирме этого видно поэтому если мы получим при торможении в районе 3300 3400 то скорее всего при торможении может до перевести к там ретесту 3340 и так далее но амплитуда если бы сильно понижаться после ретеста 3400 то скорее сюда что нас ждет разворот и продолжение роста в случае если сильно импульсивно протестируем эти отметки это может быть хорошим сигналом о том что даже нас ожидает при торможении этого спада возможно рост до отметки 3500 но нужно иметь ввиду что это все после ближайшего отката то есть нужно дождаться чтобы закончился откат и как импульсивный этот откат так и лучше но сама эта дивергенция немножко разочаровывает то есть нужно посмотреть откат может по эфириуму где-то в районе 3400 просто вас ввести в заблуждение каким образом таким образом что он начнет консолидироваться амплитуду терять под 3400 как знак последующего роста последующий рост может продолжаться не до не выше там и больше 3400 а затем цену снова развернет и очень резко спустит вниз близи локальные сопротивления тут есть возможность то есть возможность и целом сама вот эта фигура сужающиеся очень сильно сужающиеся с восходящим наклоном не очень хорошо смотрится целью покупок друзья спасибо что посмотрели этот эфир надеюсь вам понравился в случае сша обязательно комментируйте наши эфиры напишите какие еще активы вы хотели что мы разбирали и забудьте обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе какие еще у нас эфиры бывают до следующей встречи до следующего обзора всем хорошая торговля пока пока